Добрый день! Прямой эфир телеканала «Россия-1» продолжает вести Ульяновского региона. В студии Антон Никитин и гордко о главных темах к этому часу. Новый ветропарк, возможно, появится в Ульяновской области. Локация – Николаевский район. Как в Нойвом ковчеге, каждый тварь и попарь, только здесь не спасаются, а все вместе тонут в коммунальных проблемах. Обедок жителей дома с улицы Центральной – наш материал. Новые купюры начали подделывать. Полицейские обнаружили первые в регионе фальшивые 2000 рублей. А теперь во всем этом и многом другом более подробно. Еще один ветропарк, возможно, в скором времени появится в Ульяновской области. Место под будущее ветроэлектростанцию определено в Николаевском районе. Этот проект подробно рассмотрели во время рабочей поездки муниципальное образование губернатора Сергея Морозова. Дело в том, что здесь у нас в Николаевском районе определена целая площадка. Проведены годичные ветровые измерения, подтверждены эффекты. И сейчас мы ведем переговоры с потенциальными инвесторами о заходе суда, о строительстве ветровой генерации. Это новые рабочие, высокооплачиваемые места, что, конечно, не может не радовать. Первую поддельную двухтысячную купюру обнаружили в Ульяновской области. Фальшивый банкнот и неизвестный расплатился за коммунальные услуги в Засвияжском РИЦ. Обнаружили ее во время инкассации. По факту изготовления избыта поддельных денег возбудили уголовное дело. Как установили правоохранители, купюру номиналом 2000 рублей просто распечатали на струйном принтере. На грубой копии оригинала отсутствуют практически все защитные знаки. Защитная нить, которая ныряющая на оригинальной купюре присутствует, то фальшивомонетчики данную нить заклеивают фольгой, вырезают по размеру защитной нити фольгу и просто посредством наложения наклеивают ее на оригинальную нить. А полностью из себя купюра поддельная представляет ксерокопию. Между тем сотрудники полиции отмечают растущее мастерство фальшивомонетчиков. Преступники подделывают даже инфракрасные знаки. Чаще всего незаконно копируют банкноты номиналом 1 и 5 тысяч рублей. А сбывают фальшивки на заправочных станциях и торговых точках с большим потоком покупателей, где продавцы просто не успевают рассмотреть левые купюры. Сложностями при раскрытии преступлений, связанных со сбытом фальшивых денежных купюр, является то, что в большинстве случаев торговые объекты не снабжаются камерами видеонаблюдения. А сбытчики не задерживаются на местах сбыта. Ежемесячно сотрудники регионального ОМВД изымают до 40 поддельных денежных знаков. Отличный вид на Волгу. Тишина и близость к природе. И это не реклама какой-то новостройки, а совсем наоборот. Речь об аварийном доме, жильцы которого ждут решения о расселении. И надеются, что многострадальное жилище не рухнет, когда они будут внутри. Мой коллега Игорь Кранцов продолжит невеселую историю. Сюда, как обычно, канализация забивается. Стоит по батарею все, что стекает с канализационной системы. Александр Кутырев проводит экскурсию по родному дому, в котором жил до 17 лет и куда вернулся 4 года назад. После службы в армии и скитаний по гарнизонам. Вернулся и начал бороться. Бороться за то, чтобы в доме сделали ремонт. Или признали непригодным для проживания. 60 лет практически ни одна, ни один раз за 60 лет здесь ничего, ремонта никакого не производилось. С администрацией вот начали писать. С 14-го года документы вот набралась вот такая вот папка. Расположен дом в поселке имени Карамзина. Точный адрес улица Центральная, 10. Место спокойное, воздух свежий, рядом Волга. Вот только приятное соседство не особо радует местных жителей. Слишком уж много проблем. Эта пенсионерка, например, от холода и сырости болела воспалением лёгких. Ложусь спать в сырую постель. Всегда сырая. Сушить вот сюда пристрою. А что тут? Тут вообще два бульдозера и всё Волгу. Ну что тут есть? Так-то. Назвать так им ничего нельзя. Ещё одна пенсионерка Галина Михайловна рассказывает, что буквально на днях на кухне обвалился огромный кусок штукатурки. А вместе с ней в квартиру к пожилой женщине попал новый обитатель. Огромная гусеница. Вот она сидит в банке и шевелится. Бабушка говорит, что за всю свою жизнь ничего подобного раньше не видела. Впрочем, не она одна может, в кавычках, похвастаться необычными питомцами. Мы все покупаем этот мор. Всю зиму крыса, мыши по дому бегают. По столам бегают у нас. Это невыносимо. Здесь прям сходство всех животных. Буквально три дня назад я вот свежий. Вот. Набрала. Это вот ползает у нас по дому. В городской администрации заверяют, что про дом по центральной 10 в поселке Карамзина знают. Здание уже признано аварийным. 23 января 2018 года, то есть в этом году, дом комиссии межведомственной признан аварийным и подлежащим сносу. В настоящий момент Министерство строительства ЖКХ и транспорта готовит заменение в программу по переселению, куда планируется включить данный дом. Программа серьезная и рассчитана на пять лет. Однако жители многострадального строения из поселка Карамзина не без оснований надеются, что их домишко попадет под действие программы в числе первых. Тем более, что часть квартир, некогда находившихся на цокольном этаже, уже расселили. Но остальным порядком надоело соседство с не самыми приятными представителями фаунами и постоянный страх от того, что дом попросту не выдержит очередного ливня или какого-то другого катаклизма. Игорь Кранцев, Дамир Губеев, Сергей Свешников, Вест Сульяновск. Расписание поездов изменится для удобства пассажиров. Пенсии пересчитают, а в приемный президент России завтра пройдет очередной прием граждан. Подробности в кратком новостном блице от моих коллег. Опознаний фальстартов на вокзалах станет меньше. С сегодняшнего дня расписание прибытия отправления поездов на железнодорожных станциях будет транслироваться с учетом местного времени, а не московского. Холдинг РЖД пошел на внесение таких корректив в работу ради удобства пассажиров и улучшения качества обслуживания. Вся информация по-прежнему будет отображаться на электронных табло, платформенных указателях, вокзальных часах и, конечно, будет звучать по громкой связи. Напомним, что первый шаг к этому был сделан еще в мае, когда на билетах вместо московского времени появилось местное. А сегодня эти изменения произойдут и со всеми информ-носителями РЖД, вплоть до табло в самом вагоне. 2 августа в 10.00 в приемной президента Российской Федерации в Ульяновской области прием граждан проведет Ульяновский межрайонный природоохранный прокурор Павел Кузичев. Справки и предварительная запись по телефону 41 12 31. Пенсии пересчитают. В августе увеличатся страховые пенсии работающих пенсионеров Ульяновской области. Повышение обусловлено проведением Пенсионным фондом России ежегодной без заявительной корректировки размеров страховых пенсий работающих пенсионеров. В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный процент, прибавка в этот раз носит сугубо индивидуальный характер. Ее размер зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2017 году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов. По данным отделения Пенсионного фонда России по Ульяновской области, повышение пенсии коснется около 95 тысяч жителей региона. И к другим темам. Службе специального учета уголовно-исполнительной системы исполнилось 100 лет. Одна из задач службы – геномная регистрация осужденных. Это получение, хранение в случае необходимости и использование биологического материала, который значительно облегчает идентификацию личности человека. Больничная палата, которая отличается от обычной, лишь видом из окна. Это медсанчасть на территории исправительной колонии. Очередного заключенного под стражу конвой ведет на процедуру обязательной геномной регистрации. Забор геномного материала заключается в заборах крови, что является самым наиболее точным носителем материала ДНК. Данные заносятся в журнал, который регистрируется с четким указанием фамилии осужденного, его установочных данных. Сначала сверка с материалами личного дела – подтверждение личности осужденного. Следом, тюремный медик обязательно в присутствии начальника отряда производит забор крови. Биоматериалу присваивают индивидуальный номер и заносят в специальную карту, которую отправят в экспертно-криминалистический центр местного управления МВД. Обязательная геномная регистрация в исправительном учреждении необходима для формирования банка данных осужденных. Геномная регистрация, она, конечно, большую часть помогает для раскрытия преступлений. Одно из самых жестких и резонансных преступлений последних лет ульяновские правоохранители раскрыли в считанные часы благодаря именно геномной регистрации. Ранее неоднократно судимый Юрий Малафеев сначала изнасиловал, а следом убил несовершеннолетнюю девочку. Были изъяты следовые объекты, в том числе под преступника на камне, на орудии преступления, благодаря которым в кратчайшие сроки был установлен генотип нападавшего. И в течение нескольких часов он был задержан. Всего с 2012 года процедуру обязательной геномной регистрации только в Ульяновской области прошли свыше 7 тысяч осужденных за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Артем Петров и Александр Абрамов. Вести. Ульяновск. На территории Ульяновской области появился еще один православный храм. Накануне в Барышской епархии в селе Чувашская решетка осветили церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Чин освящения провел епископ Барышский и Инзинский Филарет. Почему владыка назвал строительство этого храма показательным для всех, расскажем в нашем материале. Село Чувашская решетка было основано в конце 18 века. Сейчас в нем проживают чуть больше 600 человек. И за все это время в селе никогда не было церкви. Четыре года назад тут образовалась инициативная группа. Спустя год в основании будущего храма был заложен первый камень. Три года строительства и пусть маленькая, но очень уютная церковь в Чувашской решетке появилась. Причем строительство этого Дома Божиего можно назвать показательным. В его создании принимали участие все жители села. В основном, конечно, откликались практически все. Давали кто сколько мог. Кто 100 рублей, кто 50 рублей. Это, конечно, уже как по минимуму. Ну и, конечно же, люди, которые выехали из этого села, уже живут в больших других городах. Например, Москва, Самара. Они, конечно, уже более значительные суммы выделяли на то, чтобы в их родном селе стоял вот этот благолепный храм. Церквушка получилась благолепной не только снаружи, но и внутри. Освящать ее приехал епископ Барышский и Инзинский Филарет. Впервые на этой земле проходит освящение престола храма. Событие историческое. Эта церковь является приписной к храму Покрова Пресвятой Богородицы в соседнем селе Малая Хамутерь. Поэтому новый храм был освящен также в честь этого праздника. Слове созданного имя Пресвятой Владычицы нашей Богородицы праздника и Покрова, и воздвижением сотворите трапезы. Как и полагается, освящение храма увенчалось крестным ходом. В нем приняли участие все прихожане духовенства. После чего Владыка Филарет поздравил сельчан с этим знаменательным днем. И начал еще одно историческое событие. Первое в этом селе литургии, да еще и архиерейским чином. Многие местные жители ждали этого дня всю свою жизнь. Это не передать словами просто. Потому что как мое ощущение и ощущение людей, которые моих знакомых, соседей, жителей села и прихожан, да, несомненно. Первое в этом селе исповедь и причастие. Многие прихожане пожелали не только причаститься к святых христовых тайн, но и стать частью истории своего поселка. После чего к людям обратился Владыка Филарет. Воистину храм, храм для каждого из нас, дорогие братья и сестры, должен быть тем самым местом, той святыней, куда мы должны приходить именно к Богу. И с Богом всю свою жизнь связывать. На Господа возлагаю, возверзаю печаль твою. И той тебя припитает, сказано в Салтыне. Ибо Господь подает нам все, от Бога все. Также Владыка призвал селян не останавливаться на достигнутом. И по мере возможности чаще посещать литургии и помогать настоятелю отцу Дмитрию в его служении Господу. Елена Тимонина, Вести, Ульяновск. На этом у нас все новости к этому часу. Следующий выпуск программы Вести Ульяновск выйдет в эфир в 18 часов 40 минут. Далее информация о погоде. Сейчас в Ульяновске 27 градусов тепла. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 40%. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...